В преддверии новогодних праздников спрос на петарды, фейерверки и салюты стремительно растет. Поэтому в это время региональное управление МЧС проводит традиционные рейды по магазинам, где продается пиротехника. Особое внимание уделяют системе противопожарной безопасности и условиям, в которых хранится продукция. А еще подлинности всех документов, в том числе и сертификатов от производителей. Ведь некачественная пиротехника может не просто испортить праздник, но и причинить вред здоровью. Роман Быков присутствовал на одной из таких проверок. Здравствуйте. ГУМЧС России по Тверской области. Такую фразу до Нового года услышат во всех точках Тверской области, где продается пиротехника. Это неудивительно, ведь впереди праздники, во время которых больше всего жгут петарды и запускают салюты. Инспектирование мест торговли – важный аспект обеспечения безопасности граждан. Проверяется все, в частности, правила реализации. Отпускаем, даем чек с номером, пиротехнику относим на стойко информации. То есть вы в руки покупателю не даете? Он по залу не будет гулять с пиротехникой, он только получит ее на качестве. Правильно? При выходе из магазина. Важным моментом является качество товара. Он должен быть только легального происхождения. Сотрудники МЧС отмечают, что это могут проверить и сами граждане. Для этого надо обратить внимание на ряд надписей и маркировок. Должно быть написано, что соответствует требованиям о безопасности пиротехнических изделий. Контракт такой-то номер. Пиротехнику нельзя хранить в помещении, где жарко или наоборот влажно. От этого она может легко вспламениться или испортиться. МЧС обращает внимание и на правила использования потешных огней. В первую очередь их надо запускать в строго отведенных местах. В Твери таких точек 14. Как правило, они совпадают с дислокацией новогодних елок, устанавливаемых городскими властями. Поэтому в ведомстве призывают граждан учитывать эти, а также ряд других требований. Ни в коем случае нельзя взрывать петарды с балконов, в местах общественного скопления людей, рядом с домами, деревьями, машинами. Если фейерверк вдруг не запустился, не сработал, ни в коем случае нельзя к нему подходить. Это очень опасно. И еще одно важное требование. Пиротехнику нельзя продавать несовершеннолетним. Правда, судя по многочисленным случаям, когда подростки взрывают вот такие небольшие петарды прямо на улицах, то ли магазины игнорируют это условие торговли, не опасая штрафов, то ли родители не слишком пекутся о здоровье своих детей.